Оборудование работает нормально? Как насосы? Нормально. Спасибо. Одним из самых больших хозяйств в теплосети руководит Людмила Григорьевна со стержнем, кнутом и пряником. Котельная на Хрусталёва 66А – вторая по мощности в городе. Теплом обеспечены более 200 жилых домов, три детских сада и две школы Гагаренского района. 20 лет у руля машины, которая под чутким руководством работает без сбоев. Всё под бдительным контролем. Это общение с людьми, контроль за людьми, за их техникой, безопасностью производственной, санитарией, за их состоянием здоровья и так далее, даже с какими-то семейными обстоятельствами. А другая часть моей работы – это технические вещи, это оборудование, за которым я слежу как за работой, так и за регулировкой. То есть мы работаем по температурному графику, приходится каждый день продумывать какие-то температурные режимы, поэтому я за этим тоже слежу. И руковожу даже из дома, в общем, доклад идёт у меня вечером, как батареи у людей должны быть горячие. Вот теперь не спеши, ты спешишь сильно. Обучить и обучаться – жизненная креда Виктора Васильевича. Он – электрогазосварщик. В профессии без малого – 30 лет. Мастер шестого разряда ликвидирует аварийные участки на сетях Севтеплоэнерго. Тепло должно доходить до каждого дома. Трубопровод в надлежащем состоянии – задача мастера. И в случае аварии – обязательный выход в любое время суток – обычное дело. Я люблю свою работу. Любую работу, если делаешь с любовью, то она и будет получаться. Сами режем, подгоняем трубу и сами же её завариваем. И самое главное – её заварить сразу, чтобы не потекло. Потому что лучше раз слить воду, чем потом опять где-то потекло. То есть, если ты выполнил работу, заварил стык, он должен быть качественный, чтобы не возвращаться. Это востребованная профессия. Всегда можно заработать. Вот в чём дело. Лишь бы только стараться и хотеть. Правила усваивают и ученики. Их у мастера много. Пока смена подрастает и учится. Совсем скоро молодые специалисты уже самостоятельно будут давать тепло своих рук этой профессии. А значит, и тепло в домах тоже будет. Связь поколений продолжается. Я здесь прохожу практику от около трёх месяцев. Я научился сварке труб, вести шов, вертикальный шов. Сам процесс мне нравится. Без регулярного и качественного водоснабжения также трудно представить себе городскую жизнь. Вода – основа основ. 1200 километров сети, 64 насосных станции, 25 гидроузлов, 3 водочистных сооружения, 79 скважин. Всё это – составляющие водного хозяйства Севастополя. И в этой сфере трудится также немало специалистов. Посменно, круглые сутки. От мастера до начальника службы водоснабжения за треть века прошёл Давид Борисович. Сейчас он решает вопросы сокращения водопотерь, бесперебойной подачи ресурсов краны. Во многом помогает модернизация. В закупках у нас полностью этот год был отдан на приобретение насосных агреатов, потому что это экономия электроэнергии, это качественное водоснабжение, подача воды без сбоев. Вот. Перекладка сетей различными методами. Ну, сейчас практикуем методы, которые бестраншейные, для того, чтобы не нарушать целостность покрытия асфальтовых. 21 марта работники сферы ЖКХ отметят свой профессиональный день. И пока эти специалисты круглосуточно стоят на своём посту, в домах севастопольцев всегда будет тепло, уютно и комфортно. Ирина Варава, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.